Аварии, убийства и разбитые семьи. Как алкоголь вияет на человека? Стрелял в собаку? Откуда берется желание покалечить? Выявляют заболевания на ранней стадии. 100 тысяч рязанцев прошли диспансеризацию. Кадровый вопрос по-новому. В поликлинике номер 10 работает программа наставничества. Штрафы для врачей предлагает ввести Министерство здравоохранения России. Проект документа обсудят в конце сентября. Напомним, что ранее Минздрав подготовил законопроект, позволяющий Росздравнадзору штрафовать госучреждение за некачественно оказанную медицинскую помощь. Размер наказания может составить от 10 до 20 тысяч рублей. По словам авторов, правительство хочет перенести ответственность за грехи при оказании медпомощи на главных врачей, обычных врачей и косвенно на региональные власти, которые курируют вопросы здравоохранения. Президент Лиги защиты врачей считает, что инициатива бессмысленна. Она может спровоцировать массовое увольнение. А члены комитета Совета Федерации по социальной политике говорят о запуске бумажной войны и предлагают, в случае, если поступает много жалоб на поликлинике и больнице, не штрафовать врачей, а покупать им новое оборудование и улучшать ситуацию с кадрами. Количество алкоголиков в Рязани снизилось. По данным наркологического диспансера, диагноз хронический алкоголизм стали ставить в два раза реже. Есть ли безопасные дозы и что происходит с организмом, когда мы выпиваем, расскажем далее. Безопасных доз алкоголя нет. В этом уверены врачи Рязанского наркологического диспансера. Они отмечают, что алкоголь в любом количестве является токсическим веществом и действует на организм, как яд. Он поражает кишечник, желудок, печень, всасывается в кровь и влияет на все системы организма. Человек, допустим, страдает каким-то хроническим заболеванием мочеполовой системы. Он употребляет даже небольшое количество красного вина, который содержит алкоголь. Что мы получаем? Мы получаем дополнительную нагрузку, в том числе и на мочеполовую систему. И хроническое заболевание может перейти в острую форму. Даже от небольшого количества. На этом вред не заканчивается. Алкоголь вызывает привыкание, ведь он является наркотическим веществом. При этом страдает и психика. Алкоголь действует как транквилизирующее средство. То есть в малых дозах он тормозит реакцию. Это может сыграть с человеком злую шутку. Когда человек, допустим, вводит автомобиль, вводит его, естественно, в трезвом состоянии, он уже как бы привыкает. У него возникает какой-то алгоритм, механизм поведения за рулем. Алкоголь немножко затормаживает, притупляет, так сказать, сознание. Человек садится за руль в этом состоянии, он не осознает, что реакция уже не та. В ГИБДД отмечают, что за 8 месяцев текущего года по вине пьяных водителей произошло 130 аварий, в которых 24 человека погибли, и 194 получили травмы различной степени тяжести. Более 1800 человек садились за руль пьяными. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Также в качестве наказания могут использоваться обязательные и принудительные работы, лишение свободы на срок до 2 лет. При этом стоит отметить и положительную динамику. Диагноз хронический алкоголизм в Рязани стали ставить в 2 раза реже. Число алкоголиков снизилось с 20 до 10 человек на каждые 100 тысяч населения. Сделано это благодаря комплексу мер, в том числе обучению врачей. Лица первичного звена, то есть это фельдшера, узкие специалисты, терапевты те же самые, которые первые видят человека, способные, мы обучали как раз их на это, выявляют людей, склонных к злоупотреблению алкоголем или уже страдающих данным заболеванием. Работа идет по мотивации на обращение к врачу-психиатру-наркологу. Первая ступень на пути решения проблемы – это ее осознание. Вторая – понимание последствий. Врачи утверждают, что трезвость – один из секретов здоровья. Агрессия без причины. В Рязани неизвестный дважды стрелял в собаку. У животного черепно-мозговая травма и раздроблено бедро. Откуда берется желание покалечить и что с ним делать, выяснила наша съемочная группа. Роза – добрая бездомная собака, любимица жителей Дашковой песочни. Однако хорошее поведение не спасло ее от человеческой жестокости. Неизвестный выстрелил в голову, но пуля отскочила. Второй выстрел раздробил ногу и прошел на вылет. Собака несколько часов истекала кровью. Ее состояние было критическим. После рентгенологического обследования и осмотра травматолога было выявлено сотрясение головного мозга, травматическое повреждение легких, перелом малоберцовой кости, оскольчатый раздробленный перелом бедренной кости, ну и общее шоковое состояние, большая потеря крови. Это не первый случай, когда люди намеренно калечат собак. В этом году в службе по контролю за безнадзорными животными спасли более 10 особей. Собака, закопанная живьем, порезанная в лесопарке, мухтар, собака, пробитая стрелой, собака со снятым скальпом, и вот эта собака прострельная, как бы еще другие случаи были. Поэтому этот год, конечно, нас не радует. Психиатры утверждают, что агрессия сама по себе неплохое явление. Она помогает людям ставить цели и добиваться успеха. Однако она бывает двух видов. В данном случае агрессия деструктивна. Она переходит в жестокость, оправдание которой найти нельзя. Это как раз личностная черта человека, который включает в себя бесчеловечность, гиперагрессивные отношения, не обоснованные к другим людям, получение, наверное, удовольствия от страданий, какой-то ассистические механизмы и так далее. Жестокость – неврожденное состояние человеческой психики. На ее формирование влияет сразу несколько факторов. Самое значимое – воспитание, которое идет из отношения родителей к ребенку. На втором месте – измененное сознание. Это алкоголь и наркотики. То есть, если в воспитании были перекосы, то в состоянии опьянения человек может перейти грань. На третьем месте – нервно-психическая патология. Однако стоит отметить, что около 98% жестоких преступлений совершают именно психически здоровые люди, визуально определить которых крайне сложно. Он может быть в достаточно компенсированном состоянии, выглядит достаточно долго, абсолютно хорошо. Но те факторы, про которые мы говорили, если он начнет выпивать, если он начнет, не знаю, напоев в какую-то компанию, если будет какое-то, ну просто, да, постоянно социальное давление, да, если он будет постоянно смотреть, как все плохо, и кто-то ему потом на ногу наступит, то мы этой гранит, как-то ее таковой очень сложно найти. Психиатры рекомендуют держаться от таких людей на расстоянии, и их агрессия может перекинуться и на вас. В этом случае вы можете не только получить травмы, но и превысить меры самообороны. Как именно все происходило, без видео доказать будет крайне сложно. Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет вызвать полицию и дождаться приезда оперативников. Если вы сами чувствуете, что становитесь раздражительным, психиатры рекомендуют найти хобби, которое поможет расслабиться и снять напряжение, а также обратиться к врачу. Ведь любую проблему можно решить, если вовремя признаться в ее существовании. Диспансеризацию в этом году прошли более 100 тысяч рязанцев. Перечень исследований и анализов составлены таким образом, чтобы уже на ранних стадиях выявить опасные заболевания. Например, онкологию, проблемы системы кровообращения, органы меддыхания, сахарный диабет. Кто и как может пройти диспансеризацию, расскажем далее. Измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, определить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, рассчитать массу тела. Вот лишь основные данные, которые можно получить в рамках планового медицинского осмотра. Первые этапы диспансеризации. Диспансеризация более широкое понятие. То есть сюда уже включаются такие исследования, как общий анализ крови для тех, кто старше 40 лет, маммография для женщин, калоноскрытую кровь, очень высокочувствительный метод иммунохимический, который позволяет выявлять онкологические заболевания толстого кишечника на самых ранних стадиях. ПСА – это простатспецифический антиген для мужчин. После этого пациент отправляется на осмотр к терапевту и узким специалистам. Эффективность диспансеризации доказана на практике. Она существует более 7 лет и помогает уже на ранней стадии выявлять серьезные заболевания. Очень много людей приходит, они даже не знают, например, свое артериальное давление, к сожалению. Не говоря уже о том, что глюкозы и холестерин тоже остаются для них загадкой. Особенно это люди молодые, и неожиданно для себя они узнают, что оказывается у них повышенная масса тела. Врачи отмечают, что если у вас появились симптомы болезни и жалобы, то, скорее всего, она находится уже на запущенной стадии. Именно диспансеризация поможет предотвратить серьезные последствия. Вовремя распознать сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, онкологию. Исследование кала на скрытую кровь, то есть иммунохимический метод, он является очень высокочувствительным. В прошлом году, по итогам прошлого года, нам удалось выявить 8 случаев непосредственно злокаченных на образование толстого кишечника на ранней стадии. То есть пациентам удалось сохранить жизнь, это понятно, здоровье. И у некоторых пациентов даже обошлись только удалением непосредственно самого образования, то есть не затронут кишечник. Стоит отметить, что проходить диспансеризацию нужно раз в 3 года, людям до 40 лет. И каждый год тем, кто старше этого возраста. Обследования бесплатные, их проводят в рамках обязательного медицинского страхования. Напомним, что для прохождения диспансеризации человеку обязаны предоставить выходной на работе. Если необходимо сесть, конечно, мы можем дать заключение о том, что пациент прошел эту диспансеризацию, и он может предоставить эту работу дателю. Но как раз для работающих граждан сейчас предоставлена возможность проведения диспансеризации в вечернее время и в субботу. Соответственно, у нас это можно сделать с 9 до 15 в субботу и до 10 вечера в рабочие дни. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. При этом обращаться в регистратуру и получать талон не нужно. Вы можете сразу пойти в отделение медицинской профилактики. Процедура займет около 40 минут для молодых людей и не более 2 часов для взрослых и пожилых. Разница времени связана с количеством проведения необходимых исследований. Кадровый вопрос решают по-новому в поликлинике номер 10 действует программа наставничества. Коллектив медицинского учреждения пополнили молодые специалисты – гинеколог, невролог, окулист и 4 участковых терапевта. За каждым из них закреплен наставник, заведующий профильным отделением. Наталья Нестерова – молодой специалист. Работает в 10-й поликлинике больше месяца. Признается, что коллектив истины уже родные, ведь девушка несколько лет проходила практику на базе этого медицинского учреждения. Теперь она полноправный член команды с гордым званием терапевта участковой. Терапевту нахватывает многие заболевания. То, что терапевту обращаются первично. Терапевт – это главный диагност, во-первых. А терапевт – вот именно тот человек, который должен диагностировать и направиться именно в нужное русло. Коллектив больницы пополнился и другими молодыми врачами – окулист, невролог, гинеколог. Вот неполный список новичков. За каждым из них закреплен наставник, в основном заведующий отделением. Они помогают сделать первые шаги в профессии и справиться с грузом ответственности. Ведь одно дело – изучать медицину. И совсем другое – отвечать за жизнь и здоровье человека. Наверное, всегда есть волнение какое-то, страх перед каждым пациентом. И до сих пор и будет еще. Потому что болезни разные, маскируются. Очень серьезно нужно подходить, конечно, к каждому пациенту. Ну, конечно, приятно, когда тебя называют по имени-отчеству. Пациенты, когда тебя обращаются, просят помощи. Хочется помочь, конечно, откликнуться. Программа наставничества начала работу в прошлом году. Она хорошо себя зарекомендовала. Стоит отметить, что учебного плана нет. Подход здесь индивидуальный. Молодые врачи в любой момент могут обратиться к наставникам, чтобы отработать сложные ситуации. Уже прошли мастер-классы в рентгенологическом отделении, в лаборатории тренировались оказывать неотложную помощь. Их учили функциональные диагностики, то есть расшифровки кардиограммы. Когда нет врача функционального диагноста, и врач приходит, допустим, на дом к пациенту, скорая сняла пленочку, соответственно, доктор должен сам прочитать эту электрокардиограмму, чтобы дать рекомендации пациенту или направить его на госпитализацию. У молодых докторов возникали определенные трудности. У проекта нет временных границ. Более того, в него также включают врачи, которые делали перерыв в работе или недавно сменили медицинское учреждение. Это помогает быстрее войти в режим и повысить квалификацию прямо на рабочем месте. У нас есть 20 цельвиков, которые сейчас учатся в Рязанском медицинском университете с 1 по 6 курс. В этом году у нас уже цельвики начали обучаться в ординаторе. И после обучения в ординаторе в следующем году к нам приходит врач-кардиолог, вернее, через 2 года приходит врач-кардиолог, врачи-терапевты. Поэтому мы полномерно готовим кадры, которые нам необходимы для работы в поликлинике. Напомним, что на данный момент в поликлинике номер 10 работают 64 врача. Программа наставничества помогает решить кадровый вопрос. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире.